МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава администрации Нинецкого округа встретился с первым вице-президентом компании Башнефть Михаилом Ставским и старшим вице-президентом компании Лукоил Азатом Шамсуаровым. Игорь Кошин и генеральный директор общества Башнефть Полюс подписали протокол к соглашению о сотрудничестве. Впервые в истории подписание прошло непосредственно на месторождении. Усиление ответственности. Глава региона предложил оригинальный способ. Какой именно, узнаете в нашем выпуске. Перспективы освоения недр Тимана-Печорской нефтегазовой провинции, участие компании в социально-экономическом развитии Нинецкого округа и не только эти вопросы обсудили на рабочей встрече. Глава администрации Нинецкого округа Игорь Кошин, первый вице-президент компании Башнефть Михаил Ставский и старший вице-президент компании Лукоил Азат Шамсуаров. Реализация одного из крупнейших по запасам нефти в России сухопутного проекта Трепса и Титова и развитие созданного в марте совместного предприятия «Востокнау» основные векторы совместного стратегического развития Башнефти и Лукоила. Сегодня компании вводят новые производственные мощности, а значит увеличивают налоговые отчисления в бюджет округа и финансовую поддержку в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Нас интересуют не только производственные задачи, но и то, чтобы территория, где мы работаем, была территорией развития. Ведь здесь живут наши сотрудники и их семьи. Поэтому качество жизни людей для нас имеет важное значение, отметил первый вице-президент компании Башнефть Михаил Ставский. К примеру, в Башнефть-Полюс работают 455 человек. Из них почти половина – жители Нинецкого округа. К 2016 году мы доведем долю сотрудников предприятия, постоянно проживающих на территории региона, до 60%. А компания «Лукоил» осенью намерена представить новую программу развития, в которой Нинецкому округу будет отведена существенная роль. В настоящее время готовится к подписанию новое соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и нефтяной компанией, которая будет действовать в течение пяти лет. В свою очередь Игорь Кошин заверил партнеров в том, что власти округа заинтересованы в скорейшем развитии нефтяных проектов, в создании нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также в активном участии недропользователей, стратегически важных для округа сферах. В продолжение темы. Глава Нинецкого округа Игорь Кошин и генеральный директор общества «Башнефтьполюс» Владимир Нестеренко подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между регионами и нефтяной компанией. Причем впервые в истории сделали это непосредственно на месторождении. В важности документа сомневаться, конечно, не приходится, ведь для нашего субъекта он предусматривает немалые денежные поступления в бюджет. Около 43 миллионов рублей, которые пойдут на реализацию социальных проектов. Подписи в документе поставили на месторождении Романа Требца. Именно его сейчас успешно осваивает совместное предприятие «Башнефть» и «Лукойла» «Башнефтьполюс». Причем всю имеющуюся там инфраструктуру, включая современный высокотехнологичный нефтедобывающий комплекс, недропользователь возвел в рекордные два года. Говоря об этом проекте, нефтяники и специалисты все чаще употребляют слова «огромный» и «значимый». Значимый как для нашего региона, так и для нефтяной компании «Башнефтьполюс». Здесь, на месторождении Требца, только с августа и по сегодняшний день уже получило 600 тысяч тонн черного золота. Впрочем, на этом останавливаться не собираются. Запасы здесь действительно огромные. Северо-восток Ненецкого округа. 230 километров от столицы региона. Именно здесь расположена огромная подземная кладовая. Запасы месторождения Требца нефтяники оценивают 82 миллиона тонн черного золота. Из них получена пока лишь малая доля. Впрочем, к концу года в планах у общества «Башнефтьполюс» уйти за первый миллион. То есть мы идем к графике. Ту задачу, которую нам поставил акционер, то есть и компания, значит, мы выполняем. Значимых показателей удалось добиться благодаря совместной работе Ненецкого округа и «Башнефтьполюс». Хотя всего несколько лет назад в успешность проекта сложно было поверить. Тем не менее, за два года здесь были построены свыше 40 километров трубопроводов, около 80 километров линии электропередач, центральный пункт сбора нефти и пункт приема сдачи нефти в Варандее. К сдаче сейчас готовится и опорная база промысла. Два общежития для сотрудников «Башнефтьполюс», столовая, спортзал и собственный медпункт. Кстати, большая часть объектов уже успешно работают. Нидропользователи сделали практически невозможное. В условиях вечной мерзлоты они построили высокотехнологическую промысловую базу. «Очень сложная геология. В общем-то, отсутствующая инфраструктура. Вся инженерная с точки зрения электроэнергетики, автомобильных дорог, железных дорог и так далее. То есть мы практически все это создаем с нуля». Когда Игорю Кошину показывали месторождение, он то и дело интересовался, как здесь следят за окружающей средой. О бакологической безопасности нефтянники, конечно же, не забыли. На Трепса создали химическо-аналитическую лабораторию. Здесь проверяют не только качество добываемой нефти, но и следят за показателями воды и грунта, расположенных возле месторождения. Приятно удивил главу региона и местный лазарет. «Имеется у нас аппарат электрокардиограммы, имеется аппарат-дефибриллятор, имеется ИВЛ, запас медикаментов, необходимых для оказания экстренной помощи». Владимир Нестеренко рассказал Игорю Кошину о том, что проезжающие рядом с месторождением оленеводы имеют возможность получить необходимую медицинскую помощь, причем совершенно бесплатно. Дальше группа отправилась на кустовую площадку номер 13, где идет бурение скважин. Процесс уникальный, никакой ручной работы, все компьютеризировано. Сложными технологиями из этой небольшой кабинки управляет всего один человек. Завершилась экскурсия по месторождению Трепса пресс-подходом. Журналистов, их здесь собралось десяток, интересовали различные вопросы. Но один, пожалуй, из главных – какое между округом и нефтяниками будет дальнейшее сотрудничество? Ответ был краток – дружественным и полезным для обеих сторон. «Башнефтьполюс» помимо налоговых вложений продолжит выделять деньги на благодарительность. К слову, нефтяная компания за два года уже вложила безвозмездно на эти цели 115 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Кошин поблагодарил общество «Башнефтьполюс» за конструктивные отношения и хорошие показатели в нефтяной сфере, которые благоприятно сказываются на бюджете Ненецкого округа. Это значительная прибавка в бюджет Ненецкого автономного округа, бюджет Архангельской области и бюджет Российской Федерации. Очень приятно осознавать, что компания помимо прямых налоговых платежей участвует еще в социально-экономическом развитии, участвует в развитии нашего округа дополнительными платежами. Выход проекта «Башнефтьполюс» на стабильный уровень добычи ожидается к 2020 году. Тогда на месторождении Трепса и соседнем Титова будут ежегодно добывать почти 5 миллионов тонн нефти. Для сравнения, в позапрошлом году добыча всей нефти на территории Ненецкого округа составила около 13 миллионов тонн. Олег Танзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север». Месторождение имени Романа Трепса. Когда речь идет о ремонте дорог, эмоции зашкаливают. Так прокомментировал глава региона Геркошин одну из самых наболевших проблем округа. На расширенной планерке руководителей органов власти, местного самоуправления, окружных предприятий и организаций глава региона жестко поставил вопрос о ремонте дорог в окружной столице, а точнее об его отсутствии. И потребовал от руководителей городской администрации и управления строительства ЖКХ и НАО производственных предприятий дорожной отрасли максимального участия в решении проблемы. Контроль этого вопроса Игорь Викторович возложил на своего заместителя по инфраструктурному развитию Владимира Бланка. Напомню, вопрос о кадровых изменениях в сфере дорожного строительства уже решен. Новым руководителем профильной дорожной организации Нарин Мордориум-Строй стал Евгений Елисеев. Новому руководству придется также разобраться с составлением смертных расчетов на производство работ и заключить до середины августа коллективный договор, о чем просил коллектив предприятия на встрече с главой региона. А в качестве усиления ответственности до должностных лиц глава региона предложил оригинальный способ. Пусть водители и пешеходы знают своих героев, сказал он. Вот давайте мы по городским поискательским дорогам мы поставим таблички на этих участках, значит, чтобы было понятно, чья это дорога и кто несет ответственность за ее состояние. С фамилией и телефоном. Сейчас мы приведемся на короткую рекламу и вот, что вы увидите далее. Плава Великой Височного сельсовета отправлены в отставку в связи с обвинением в коррупции. Планы по восстановлению древнего города Пустозерска по-настоящему грандиозны, однако разумность некоторых идей вызвала сомнения у делегации окружной администрации. Что именно сочли спорным окружные власти, расскажем совсем скоро. Конечно, всяких развлечений много, но прекрасней всех! Кино! Пошли в кино! Кинотеатр iCinema приглашает всех посмотреть самые последние новинки отечественного и зарубежного кино. Кинотеатр iCinema 48 посадочных мест. Цена билета от 200 до 470 рублей. Рабочая 4А. Торговый центр «Строймастер». Телефон 8-981-555-44-44. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Обвинили в коррупции. Глава Великовисочного сельсовета Екатерина Панькова отправлена в отставку. Такое решение накануне приняли депутаты сельского совета большинством голосов. 9 из 10 народных избранников проголосовали за отстранение действующего главы от должности. На селекторном совещании с главами муниципалитетов Екатерина Панькова отчиталась об обстановке в селе и попрощалась с коллегами. На очередной сессии Великовисочного сельсовета присутствовали представители прокуратуры Нинецкого округа, администрации Заполярного района, старосты пяти поселений, входящих в состав муниципального образования и жителей села. Поводом для вынесения такого решения стали результаты проведенной прокуратурой Нинецкого округа проверки. По ее результатам были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. В частности, глава муниципалитета нарушила требования статьи 13 Федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации. Панькова не приняла меры к урегулированию конфликта интересов, назначив на должность муниципальной службы в администрацию сельского поселения супругу своего сына. Досрочные выборы главы муниципального образования Великовисочный сельсовет планируется провести в единый день голосования 14 сентября. В этот же день жителям Хазидахарского сельсовета предстоит избрать нового главу муниципального образования. Пятибашенный острог, дом воеводы, съезжие изба и различные надворные постройки. Планы по восстановлению древнего города Пустозерска по-настоящему грандиозны. Однако разумность некоторых идей вызвала сомнения у делегации окружной администрации, побывавшей в деревне Устье. Что именно сочли спорным окружные власти, расскажет Дмитрий Щепанов. Там, где когда-то стоял первый русский город за полярным кругом, все заросло бурьяном. Даже островы зданий просто так не отыщешь. Стратегический форпост России на Крайнем Севере канул в лету многие годы назад. Сейчас сюда заглядывают только паломники, для православных христиан место имеет большое сакральное значение, да редкие туристы, которые с интересом слушают рассказы о былом величии Заполярного Града. Вот здесь стоит, вот это как раз место, где находился старый склад. Его так и называли старый склад, и это место, где был печал, куда печаливали корабли, в том числе и морские, в том числе и иностранные. Эта церковь – все, что осталось от Пустозерска. Вот только стоит она не в историческом месте. В прошлом веке ее перевезли в деревню Устье, как и многие другие пустозерские дома. С тех пор здание пришло в упадок, и даже гулять рядом с ним стало небезопасно. Аналогичная история с другим памятником – домом Сумаруковых, который датируется XIX веком. Впрочем, крестьянское жилище в прошлом году начали реконструировать. Работы ведутся вовсю, на железобетонный фундамент уложат в перемешку бревна от исторической постройки и новодел. То есть постараемся сохранить как можно больше материала. Сами детали дома. Вы же будете сразу билые бревна сюда ходить. Нет, вы еще вырезать с одни. Вот только историческая ценность такого объекта – вопрос спорный. По проекту новых бревен будет больше половины. Да и бетонных конструкций в фундаменте крестьянин Сумаруков не использовал. Еще больше вопросов вызывают планы по строительству Пустозерского острога. Планировалось, что это будет музей под открытым небом – крепость, воссозданная по технологиям XVI века. Но вот беда – строить в самом Пустозерске нельзя ничего. Это памятник археологии федерального значения. Ну вот, решено было сделать в деревне Устье, потому что это все-таки недалеко от Пустозерска. Пустозерска всегда был таким привлекательным объектом. Люди все равно едут. И у нас было, ну как бы, было такое решение, что все сделать в деревне Устье, в некотором удалении от Пустозерска. С позиции исторической ставить острог в Устье, Шойне или на площади Ленина в Наринмаре разницы никакой. При этом содержание комплекса в удаленной деревне влетит в копеечку, да и туристов туда поедет не так много. В связи с этим окружные власти задают вопрос, целесообразно ли содержать восстановленный Пустозерск в 20 километрах от города, или стоит его немного подвинуть, поближе к туристам и коммунальной инфраструктуре. Ответить на него предстоит финансистам, историкам и в первую очередь общественности. Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, Телеканал Север. Торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности, прошли в Наринмаре. Центр поддержки молодежных инициатив организовал акцию на улицах нашего города, а в культурно-диалон в Центре Арктика состоялся праздничный концерт. Что для вас значит любовь? На такой вопрос предлагали ответить жителям города активисты Центра поддержки молодежных инициатив. Свой ответ на ремарцы должны были записать на древо любви, используя всего одно слово. Семья – самое ценное, что есть в жизни уверенной гости нашего города семья Ирининых. Одним словом сложно описать такое большое чувство, как любовь, говорит супружеская пара. Слов много и все они важные. Люди, чтобы не забывали заботиться и не забывали те моменты, когда они жили, ну, грубо говоря, когда начинали жить вместе. То есть, чтобы этот период у них не перерастало в что-то другое такое вот. Какое-то просто совместное существование возможно, чтобы они поняли, что они семья и всегда друг к другу относились, ценили. Как в первый день, как в середине жизни, как в конце и всегда. Для молодой семьи Котовых любовь значит дети. Совсем недавно в их семье произошло радостное событие. На свет появился первенец. Сейчас сын для молодых людей главный человек в жизни. Наверное, должны быть такие праздники, где обсуждаются такие темы, как семья. Потому что мы сами недавно стали родителями и понимаем, что у нас теперь уже своя семья есть. Да, своя семья полноценная. И мы очень счастливы, что у нас есть вот это маленькое чудо. Пропаганда семейных ценностей среди молодежи – основная идея мероприятия. Центр поддержки молодежных инициатив Ниньинского округа, неизменный организатор акции, проводит ее в Наринмаре второй раз. Главной нашей целью этой акции мы преследуем, безусловно, плюоризацию семейных отношений, то, чтобы семьи понимали, что семья – это действительно важно, и, безусловно, создавали крепкие, дружные, любящие друг друга в семье. Крепкие, дружные и проверенные временем семьи чествовали в этот день в культурно-деловом центре Арктика. 14 семейных пар нашего округа, прожившие в мире согласие более 25 лет, получили почетные медали за любовь и семейную верность. Праздник семьи и любви и верности, наверное, хотя и самый молодой такой праздник в нашей стране, но я считаю, что очень важный праздник именно тем, что благодаря этому празднику мы сегодня можем честовать те семьи, которые прожили совместно многие годы, несколько десятков лет, причем прожили в согласии в мире и в любви, воспитали хороших детей. Уже 39 лет живут в мире и согласии семья Усатовых. Познакомились Людмила и Николай в Мурманской области в городе Апатиты, откуда родом Людмила. Во время военной службы Николай повстречал Людмилу и между молодыми людьми возникли светлые чувства, которые они хранят уже в 4 десятилетия. Основой крепкого союза Усатова считает любовь и взаимоуважение. Уступать друг другу всегда, идти навстречу, понимать друг друга. Когда всегда как-то было взаимопонимание, мы всегда были всегда все вместе, мы что бы ни делали, все вместе. Едем куда-то все вместе. На снижене ходе едем вместе, на лодке вместе, даже на рыбалку едем вместе. По ягодам вместе. Да, по ягодам вместе. В баню вместе. Так что вот самое главное любовь. День семьи, любви и верности хоть и молодой праздник, но с каждым годом его популярность растет. Как среди старшего поколения, так и среди молодежи, что позволяет говорить о том, что у нас есть прочный фундамент для процветания нашего региона. Константин Канев, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.